Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. И сегодня я покажу, как легко и быстро сделать забор из сетки рабицы. В качестве столбов лично я использовал трубы, найденные на участке. Их было очень много, поэтому пришлось попилить и посваривать. В общем, я подгонял их все по длину 2,5 метра. И да, трубы очень ржавые, но на мой век хватит. Сразу хочу сказать, что я не специалист в сварке. Я вообще учитель истории по образованию. Но в целом, мне кажется, у меня получилось достаточно неплохо. Главное, никуда не торопиться, и все обязательно получится. Результатом я доволен. В верхней части каждого из столбов нужно приварить гайку. Любую гайку, которую найдете. Я нашел россыпь каких-то ржавых гаек, их и наварил. Кстати, лучше наваривать гайки на том этапе, когда столбы еще не установлены, а лежат на земле. Поверьте, так гораздо проще. Теперь пришло время устанавливать столбы. У меня яма глубиной 80 и диаметром 25 сантиметров. Я их бурил мотобуром. Видео про это есть на канале, можно посмотреть. Дальше я забутовывал камнем. Долго решал, заливать бетон или нет, но специалисты посоветовали не заливать, потому что нагрузки на столбы практически не будет, сетка ничего не весит. Теперь, когда столб более-менее прочно стоит, его выставляем по вертикали и забиваем землю, так, чтобы высота над землей была полтора метра. И эту процедуру я проделал 12 раз по количеству столбов. Кстати, расстояние между столбами у меня 2,5 метра. Можно делать расстояние и побольше, чтобы экономить столбы, но у меня такие интересные взаимоотношения с соседом, поэтому я забивал столбы в старые отверстия от старого забора. Собственно, именно поэтому у меня забор получился достаточно кривоват, потому что старый забор никто по линеечке не выставлял. Нет, никакого пожара не произошло. Это у меня в огнетушителе краска. Ее, видимо, мой отец когда-то откуда-то вынес. Прямо вот так в огнетушителе. Крашу надземную часть столбов. Совсем забыл сказать, что подземная была покрашена заранее. Я этого вам просто не показал. У меня телефон сел. Сетку-рабицу я растянул вдоль забора. Она у меня лежала лет, наверное, 8. И из-за постоянного перемещения из сарая на чердак обратно в сарай концы сетки сильно запутались. И у меня достаточно много времени ушло на то, чтобы ее просто распутать. Чем мне нравится работать с сеткой-рабицей, тем, как легко и быстро из двух кусочков сделать один. Всего лишь выплетаете одну проволочку и заплетаете два куска вместе. Здесь был два отрезка по 10 метров, встал один отрезок в 20 метров. Ну, а всего на мой забор ушло 30 метров. Это три рулона сетки-рабицы. Натягиваю сетку, прикручиваю ее на проволочку. Это временная конструкция. В дальнейшем все проволочки я заменил на кровельные саморезы. Но, в целом, надо вам сказать, что и на проволочках отлично все держалось. Нагайки первого столба закрепляем тоненький тросик, купленный по длине всего забора. Тросик пропускаем через каждое кольцо нашего забора, а самое главное пропускаем через приваренные гайки. Таким образом, у меня получилось 30 метров тросика, и это достаточно длительный процесс. На последний столб поставил натяжитель и натянул тросик. И теперь, благодаря тросику, забор не провиснет. Спасибо за просмотр. Пока-пока.